Пока же власти, в частности города Кирова, работают над тем, чтобы привести в нормальное состояние помещение маневренного фонда. Из 120 квартир и комнаты в этом году в 20 сделают ремонт. Уже устанавливают сантехнику, красят двери и окна. Екатерина Зубарева подробнее. В этой квартире Полина Перминова прожила больше 10 лет. После того, как ее собственный дом сгорел, городские власти выделили ей комнату в маневренном фонде. Сейчас здесь делают ремонт. После его окончания, уверена женщина, условия проживания в квартире станут лучше. До этого в этой комнате черные, вообще нелегальные жили-то эти черные-то. Их когда администрация выгнала отсюда, они ванну разворотили, унитаз сломали, все там поразломали. Сейчас-то после ремонта все поставят по-хорошему. Сейчас на балансе у города около 120 квартир маневренного фонда. Состояние большинства из них признаются власти удручающие. На ремонт одного жилого помещения уходит около месяца. За это время, рассказывают рабочие, нужно сделать очень многое. За штукатурить, за шпидмотик покрасить, яблоки покрасить, типа окна выкрасить дверь. На полностью косметический ремонт. В этом году городские власти планируют отремонтировать 20 квартир и комнат маневренного фонда. Потратят на это около 2 миллионов рублей. К сравнению, в прошлом году ремонт произвели только в четырех помещениях. На сумму чуть больше 150 тысяч рублей. Когда квартиру нам передают для подготовки к ремонту, мы выходим, наши специалисты составляют дефектную ведомость, смету, подготавливаем техническое задание на конкурс, выставляются на конкурс. На конкурсе заявляются подрядчики, несколько там, 5-6 иногда бывают. И идет торги на понижение цены. После ремонта Полина Перминова снова вернется в свою комнату. Это временное жилье стало для женщины постоянным. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.